Сочи принимает лидеров России. Всероссийский конкурс выявить сильнейших управленцев и даст им возможность для самореализации. В Сахе усилят работу службы безопасности. Она будет выявлять тех, кто выбрасывает неоплаченный мусор. В Лазаревском районе снесли самовольные постройки. Делать это службе судебных приставов пришлось через забор. В Сочире начали отмечать день зимних видов спорта и годовщину Олимпиады. Первыми на старт вышли юные хоккеисты. Экологически чистое и экономически выгодное. На Кубани планируют переводить муниципальный транспорт на газомоторное топливо. Накануне в рамках развития необходимой для этого инфраструктуры запустили две автозаправочные станции с метаном. В Тимошевске и Белореченске на открытии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Такие станции, которые могут в сутки заправить 400-500 автомобилей, нет таких заправок нигде. Сегодня уже мы имеем мощности 2,2 миллиарда кубов газа, которые могут быть направлены на заправку транспорта, любого транспорта. В ближайшее время мы планируем запустить станции еще и в Краснодаре, и в Новороссийске. Экономически газ сегодня и автотранспорт газомоторный, он экономически безумно выгоден. И сегодня Виктор Алексеевич об этом сказал. Но давайте учитывать еще очень важный фактор для нашего края. Это экологически чистый транспорт. И для нас, для курортного региона, то есть это имеет принципиальное значение. Мы должны беречь наши курорты, потому что они у нас тоже сегодня являются достопримечательностью всей страны. Хочу поблагодарить еще раз «Газпром» в вашем лице за то, что продолжает программу по газификации сегодня Краснодарского края в части строительства газозаправочных комплексов. В Краснодарском крае уже в ближайшее время должны закупить 170 пассажирских автобусов, работающих на газе. На Кубани самая высокая в России загрузка заправок с голубым топливом. И до конца 2019 года планируется завершить строительство еще трех станций. Подобный комплекс в Новороссийске замкнет большой газомоторный коридор внутри Краснодарского края, объединяем федеральные трассы М4 Дон и А290. Сочи принимает финал проекта «Лидеры России». Всероссийский конкурс стартовал в городе сегодня. Его цель – выявить сильнейших управленцев с серьезными карьерными устремлениями и дать им возможность для реализации. О финальном этапе конкурса в репортаже Ольги Десятовой. Уже на старте Всероссийского проекта «Лидеры России» стало понятно, насколько он востребован. Количество заявок от участников превысило прогнозы в 20 раз. Их подали около 200 тысяч человек. Ну а до финала в Сочи добрались всего 300 лучших. Я, пожалуй, еще никогда не выступал в аудитории, в которой одновременно находилось 300 миллионеров. Такой шуткой финал конкурса «Лидеры России» открыл один из его идейных вдохновителей – первый замруководитель администрации президента Сергей Корниенко. Действительно, каждый из финалистов Всероссийского проекта, а это представители 54 регионов, уже получил грант в 1 миллион рублей на повышение квалификации и обучения. На финал у меня самые большие-большие планы, ожидания. Мы уже познакомились с ребятами из многих регионов, много пересекающихся идей, проектов. И я думаю, что это будет очень позитивно, это будет способствовать развитию именно меня как в профессиональном плане. Но главная награда – это все-таки не деньги, а возможность пообщаться с лучшими управленцами страны. Каждый из наставников по итогам конкурса выберет себе подопечных, с которыми в течение года будет делиться опытом. Наставников в конкурсе 39. Это крупные руководители государственных и коммерческих структур, губернаторы, топ-менеджеры, министры. В их числе, например, Сергей Лавров, Игорь Шувалов, Герман Греф, Алексей Кудрин и другие. Свой мастер-класс участникам сегодня дал и мэр Москвы Сергей Собянин. Они специалисты, каждый в своем деле. Там есть и строители, есть работники услуг, есть финансисты, есть экономисты, люди разных специальностей и направлений. Конечно, могут прийти с какими-то новыми идеями и предложениями для того, чтобы сделать работу правительства более эффективной. Для многих участников конкурс станет кадровым лифтом. Ряд наставников уже заявили о том, что будут присматриваться к талантливым управленцам на предмет трудоустройства. Ну а для Сочи финал конкурса «Лидеры России» стал очередным крупным мероприятием. Таких в год город принимает около 300. Мы действительно приветствуем сам тот факт, что местом проведения финала выбран Сочи. И действительно, со всей России здесь сегодня находятся 300 финалистов. То есть это самое лучшее из лучших для города Сочи. Это большая честь и уважение. В ближайшие дни участников конкурса ждут мастер-классы, деловые игры, встречи с экспертами и оценочные мероприятия. По их итогам 11 февраля будет отобрано 100 победителей. Они смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочи выбран местом проведения всероссийского конкурса не случайно. Сегодня город отмечает четырехлетие Олимпиады. Годовщину старта зимних игр отмечают по спортивному. Достояние курорта ледовые дворцы в эти дни принимают многочисленные соревнования. Сочинцы же олимпийским достоянием и наследием всего города считают новые больницы, дороги, инженерную инфраструктуру, ну и, конечно же, новый внешний облик курорта. Самое главное, что обрел город – это новое качество жизни, утверждают сами горожане. Ощутимо это и в поликлиниках, и на дорогах, и на пляжах. Преобразования коснулись всех сфер курорта, и заметно это невооруженным взглядом. Сочи преобразился, конечно, много стало прогулочных зон, есть где погулять с детьми, много зелени. Мы пережили пробки перед Олимпиадой, сейчас все отлично. Новые объезды, очень удобно и в центре города, и в Адлер, и в Дагомыс. Уразительно изменился, в лучшую сторону, конечно. Город просто не узнать, шикарный. Раньше здесь был стихийный рынок вещевой, но сейчас прекрасно все ухожено, цветы кругом. Здесь были на торговой галереи, продавали вещи. В общем, очень красиво стало. Дороги, развязка. К лучшему изменился город Сочи. Всякие карнавалы проходят, фестивали проходят, форумы. Ну, вообще классно все. Для жителей, для детей очень интересно, я думаю. Постоянно программы какие-то проводятся. Для молодежи тоже интересно. Олимпиады – это не только новые ледовые дворцы, горнолыжные курорты, но и 360 километров новых дорог и мостов. За пять лет стройки город получил более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Тысячу отремонтированных многоквартирных жилых домов. Проведено на курорте 700 километров инженерных сетей и чуть ли не столько же километров газопровода низкого и высокого давления. Ну а с новыми высоковольтными линиями электропередач, ТЭС и десятками подстанций общей мощностью более 1200 мегаватт, для сотен сочинцев закончилось время выживания, когда без света приходилось сидеть по две недели. Благодаря новым очистным сооружениям, имеющим статус «Наилучшая существующая технология», побережье курорта уже по праву входит в число самых чистых. Все те строения, которые были построены раньше, они как бы все остались, а новые, они украсили наш город, и очень много зелени, все модернизировано, все более очень достойно выполнено. Город, мы очень любим свой город, он прекрасен, он просто роскошен. Дороги хорошие, внешний вид, и все, и много привлекает туристов сюда, это тоже хорошо. Визитная карточка, конечно, юга нашей. Я считаю, лучший город курортный России. Да, визитная карточка, я влюблена в Сочи. Изменения очень позитивные, мне нравятся здесь жить, я люблю, я честно. Много чего сделали, да, много чего сделано, колоссальные изменения. Я поездил по России, по большим городам, здесь люди, которые живут, говорят пробки. А в Сочи пробок нет. То есть настолько грамотно сделаны развязки, дороги. Реализован в городе еще один проект Олимпиады. Сочи стал всесезонным курортом. В результате работы руководства Сочи с 2014 года поток отдыхающих начал неуклонно расти и достиг цифры в 6,5 миллионов человек в год. Это лучший показатель за всю историю курорта. Благодаря совместной работе с туроператорами в летнем сезоне появились пакетные предложения по Сочи. Сложилась и тенденция к увеличению потока из-за рубежа. Ко всему прочему, и по оценке международных экспертов, Сочи занимает второе место по событийному потенциалу. Самые ожидаемые спортивные мероприятия также пройдут в нашем городе. В апреле это королевские гонки, ну а в июне-июле матчи чемпионата мира по футболу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В честь годовщины старта зимних игр в 2015 году в нашей стране учредили новый праздник – День зимних видов спорта. Его впервые отметили 7 февраля ровно через год после старта зимних игр в Сочи. Ну а после его было решено перенести на первые выходные после 7 числа. Праздник масштабно по всей стране будет отмечаться многочисленными спортивными турнирами. Но первые соревнования стартовали уже сегодня, в том числе и в Сочи. Один из них – хоккейный турнир. Он прошел в Ледовом дворце Большой. А что произошло 4 года назад в Сочи именно 7 февраля? Олимпиада. Зимняя льмпиада. Зимняя льмпиада, да. Которая дала возможность нам сегодня иметь такие замечательные ледовые дворцы и дала возможность заниматься вам хоккеем. Нравится? Да! Сотни детей сегодня имеют возможность заниматься на Олимпийском льду разными видами спорта. Это хоккей, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Сегодня в гости к юным хоккеистам приехал глава Сочи Анатолий Пахомов. Все олимпийские объекты работают на 100%. Дали возможность занятия нашим деткам. Из 62 тысяч детей школьного возраста 39 тысяч сегодня занимаются дополнительно, кроме занятий физкультуры в школе, в спортивных школах и секциях Сочи. Мы сами из Сибири, и поэтому в ноябре, когда мы замерзали речки и озера, мы выходили на лед и играли в хоккей. Здорово, что появилось такое огромное количество дворцов спорта, где наши будущие звезды могли бы заниматься и отдавать себя полностью спорту. Дети на олимпийском льду – это участники турнира, посвященного предстоящему дню зимних видов спорта. Его будут отмечать в это воскресенье, 11 февраля. По традиции, спортивными состязаниями они пройдут по всей стране. Главное из них – это лыжня России. Вышел из машины – значит, пешеход. Профилактическое мероприятие по таким названиям прошло в Сочи. Как показывает практика, ДТП с пешеходами почти никогда не бывают без поступков. Потому что даже самый легкий автомобиль или мотоцикл весит в разы больше человека. Двигается быстрее, и сила удара при столкновении оказывается достаточна для нанесения серьезных повреждений даже взрослому, крепкому человеку. Напомнить водителям о том, что автомобиль является средством повышенной опасности, решили инспекторы Сочинской ГИБДД совместно со специалистами управления по образованию и учениками 8-й гимназии. Вместе возле пешеходного перехода они говорили с водителями о соблюдении скоростного режима, необходимости пропускать пешеходов, а также о повышенной внимательности вблизи школы и детских садов. Всем водителям вручили памятки, а тем, кто перевозит детей, выдали наклейки «Ребенок в машине». САХ отчитался о результатах работы. В администрации города прошло совещание под председательством первого вице-мэра Мугдина Чермито. Работа предприятия видна всем жителям и гостям города. Это поддержание порядка, а своевременный вывоз отходов с улиц курорта. И спецавтохозяйство успешно с этим справляется. Город остается чистым и ухоженным. Но какой ценой достигаются эти показатели, детально рассмотрели на совещании. До недавнего времени в городе не было своей постоянной перегрузочной площадки. Приходилось задействовать временные. Но последние недели все работы по перегрузке отходов из мусоровозов в Тонары для вывоза на полигоны Краснодарского края производятся на территории бывшего завода ТСМ на улице Водораздельная. Работа идет круглосуточно. В целом, по итогам прошлого года из Сочи было вывезено 212 тысяч тонн мусора. Это почти на 16% больше, чем в 2016-м. Увеличение производства отходов в городе идет постоянно. Сказывается рост численности населения и турпотока. Все отходы покидают территорию города. Основная проблема – большое количество неоплачиваемого мусора. Его количество достигает 50%. Решение этой проблемы и определяет задачу предприятия на нынешний год. Для этого в спецавтохозяйстве создана служба безопасности. Мы с помощью нашей службы безопасности будем отслеживать, каким образом появляется неабонирован мусор на контейнерных площадках. Это первое. Второе. Все контейнерные площадки должны иметь своих хозяев. Люди у нас удивляются, что мы их ставим ближе к домам. Но на всякий случай скажу, что еще 30 лет назад в Германии они стояли в подъездах. И сегодня этому никто не удивляется. Поэтому мусор должен быть чей-то. Мы должны знать, если есть контейнер, то кто туда бросает мусор и кто за этот мусор платит. К слову, благодаря работе службы безопасности в прошлом году был выявлен и предотвращен ущерб предприятию на 3,5 миллиона рублей. В целом, динамика субсидирования предприятия говорит о том, что путь развития выбран правильный. Сейчас активизирована работа абонентского отдела. По итогам года на 2000 возросло количество юридических лиц, которые теперь пользуются услугами САХА. Но неохваченными остаются около 100 тысяч жителей, порядка 20 тысяч юрлиц. В целом, по итогам 2017 года предприятие сработало с небольшой прибылью. Но, по оценкам специалистов, после того, как в городе появится единый региональный оператор, спецавтохозяйство останется единственным субподрядчиком в городе. Тогда объемы работ и оплата его услуг позволят работать более рентабельно. В Лазаревском районе накануне снесли самовольные постройки. Правда, делать это службе судебных приставов пришлось через забор. Иск подала администрация города Сочи. Суд признал самовольно возведенными все постройки на этом участке. А это и трехэтажный дом, и двухэтажная пристройка, и бассейн. Как следует из документа, все строения возведены на смежных участках. Но у хозяина разрешения на строительство на этой земле нет. Демонтировать собственными силами владелец не захотел. Пришлось подключиться судебным приставам. В этом году власти Сочи получили возможность подключать к демонтажу по судебным решениям сторонние организации. Средства на оплату их работы обязаны возместить нарушители. Опять-таки в судебном порядке. На Светлане решили не ограничиваться одним субботником и продолжили благоустройство микрорайона. Сегодня там красили опорные стены. В целом же с начала года в микрорайоне Светлана реализован десяток малых дел, что из наказов жителей уже выполнено. Расскажем далее. На прошедшем субботнике на Светлане провели самую, что ни на есть генеральную уборку. Собрали и вывезли кучу мусора. И главное, кронировали сразу несколько старых деревьев. Мероприятие, как известно, дорогостоящее и в этом микрорайону помогла Хостинская администрация. Мы видим, как наши малые дела постепенно притворяются в жизни. Ну вот вы видите, что наступает весна и наши просьбы граждан продолжают выполняться. Вот идет покраска стен, ремонтируются тротуары. И мы надеемся, что дальше также мы с администрацией, жители будут сотрудничать. Администрация нас всегда слышит и выполняет наши малые дела. Одно из так называемых малых дел – это строительство вот этой лестницы с перилами. Крутой спуск с Лермонтова на Учительскую стал намного безопаснее. Безопасным стало и передвижение школьников. Рядом с 22 лицеем администрация благоустроила тротуар. Построили к дороге знания и ограждения. Восстановили освещение. Еще одно малое, но от этого не менее значимое дело – реконструкция контейнерной площадки. Ее забетонировали и перенесли в более удобное место, подальше от школы. Весь этот мусор валялся вокруг контейнеров. И понятно, что это не самый лучший пример для наших детей. Я надеюсь, что наши жители будут более аккуратны и будет более опрятно выглядеть это место. По возможности мы делаем все, что в наших силах. Все наказы избирателей пытаемся выполнить в срок и качественно. Обязательно взаимодействуем с населением, с нашим посредством ТОСа. Здесь очень хороший ТОС, активные очень жители, которые не только просят и требуют с нас, но еще и помогают нам в исполнении этих своих наказов. На Светлане проживает более 15 тысяч человек. Это один из крупных микрорайонов по количеству населения. И он продолжает развиваться, что сказывается на состоянии инфраструктуры. Благоустройство территории – процесс ежедневный, отмечают районной администрации. Все вопросы и проблемы на контроле у властей. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.